Девчонки, всем привет! Я вам передаю привет с южного берега Крыма. Сейчас мы с семьей находимся в городе Судак. И я решила в этом отдыхе как бы совместить такое приятное с полезным, отдохнуть, зарядиться энергией и немножечко, так сказать, поработать. Потому что, в принципе, я не считаю морякой такой сложной работы. Это, скорее всего, образ жизни, которому нужно просто научиться. Я могу сказать про себя, что где-то год я нахожусь в таком активном режиме, в морякой. И я научилась каким-то таким простым шагам. И я не могу сказать, что я вышла на пляж и пошла именно работать. Я где-то познакомилась с одной мамочкой, где-то там женщина лежала, я обратила внимание, что у нее немножечко красное тело, мы с ней разговаривались. То есть в этой поездке я могу и отдохнуть, и расширить горизонты своего бизнеса. Потому что вчера я познакомилась с женщиной, она из Архангельска. И, как оказалось, представляете, она косметолог. Завязалось общение, и, возможно, впоследствии мы будем друг другу полезны. К тому же, пока я еще ехала в поезде, тоже, ну, дорога она немножечко выматывает. Тут постоянно подходила проводница что-то предлагала, то печенье, то чай, то кофе. И потом объяснила, что их, оказывается, обязывают это делать. Я подумала, а почему она предлагает, а я вот сижу и молчу. Дорогу я взяла с собой самое необходимое, то, что нужно, в принципе, женщине, ну, даже на отдыхе, там, туши, какие-то карандашики для бровей, для губ, естественно, солнцезащитную серию. Так вот, в один из моментов подходит проводница и предлагает, в очередной раз уже просто достала она уже своими подносиками. И я решила просто пошутить, говорю, а давайте поменяемся. Она говорит, а на что? И тут я немножечко рассказала о себе. В итоге этой проводнице я провожу мастер-класс. Такой небольшой, естественно, это на ходу в поезде по декоративной косметике. В итоге она созывает еще три или четыре проводницы, причем из соседних вообще вагонов. Я провела четыре таких мини-класса по декоративке, они такие счастливые, довольные, причем я удивилась, что кто-то, наоборот, слышал, да, про Мэри Кэй, но потерял какие-то контакты. А кто-то вообще не слышал, и это было тоже приятно, потому что я могла рассказать, что за компания, сколько лет она на рынке и чем занимается. В итоге, значит, какой итог мы в общении в поезде? Четыре класса по декоративной косметике, три класса я, ну, как, классами это, конечно, назвать нельзя, да, полноценными. Во-первых, даже имиджу я не соответствовала. Проводила бархатные губки, бархатные ручки. В итоге собрала 10 контактов и продала на 3000 рублей. Понимаете, я вот подумала, что кто-то не может продать на одну базовую за месяц. Я за полдня продала в поезде на 3000, причем я не являюсь суперпродажницей, я не из семьи, там, торгашей, наоборот. Я скажу вам больше, в моей семье считалось зазорным заниматься продажами, считалось это, там, барыжничество, спекуляция и так далее. То есть мне, наоборот, внушалось, что нужно иметь хорошую, стабильную работу, которая будет приносить стабильный, маленький доход. Ага, да, еще походу. Ну, а находясь всего лишь год в прямых продажах, да, можно обучиться несложным навыкам. И что мешает вам, когда вы находитесь где-то в поездке, где-то в компании, на отдыхе? Нужно просто девчонке открыть рот и сказать, кто вы, чем занимаетесь. Я не скажу, что мне было прям сразу легко вот так раз сказать, там, пройтись по вагону. Но в результате я была очень довольна, то, что я, ну, еще и заработала в поезде, да. И еще о чем я подумала, вот если бы у меня была, например, профессия, там, бухгалтера, не в обиду тем, кто бухгалтер, или, я не знаю, там, экономист, юрист, Могла бы ли я заработать в поезде? Очень маленькая вероятность, что кому-то потребовались бухгалтерские услуги, да, во время поездки. Но продажи – это такая мощь, это вот как океан, который вообще не имеет границы края, да. Точно так же и продажи, ими можно заниматься везде. И продавать так же не стыдно, как покупать. Вот вы это запомните? Один раз пересильте свой страх, заговорите с человеком, и может оказаться так, что вы окажетесь ему очень-очень полезным. Ну что, очень хочется окунуться в теплую водичку. Температура воды 24 градуса, несмотря на то, что сейчас сентябрь, это бархатный сезон. Поэтому я рекомендую вам на следующий год отправляться в путешествие в Крым именно в бархатный сезон. Море чистое, солнце теплое – супер! Всем пока!